...поминающиеся, безусловно, события. Так начинается финал Джун Мизутани на подаче. И посмотрите, как сразу он начинает мощно атаковать. Джун Мизутани один из лидеров нынешнего состава японской сборной. В последние два года очень здорово прогрессирует этот парень. Ну вот один единственный раз он, скажем, в Шуаем последние года два играл. В эту встречу проиграл. И здорово в защите сейчас действовал Джун. Я не помню, что-то ошиблись со счетом. Явно не Хао Шуай выиграл это очко. Может быть, немножко подальше располагается у стола Джун Мизутани, нежели Хао Шуай. Но, тем не менее, в общем, старается в скорости китайцу не уступить. Четыре-два японец впереди. И, в общем, немножечко нетерпеливо ведет себя сейчас у стола Хао Шуай. И опять у нас, по-моему, ошибаются со счетом. Может быть, при розыгрыше с бэкспина пытается притормаживать немножечко игру. Снижать ее темп Мизутани. Чуть больше подкручивая мяч по более высокой траектории, его направляя на сторону соперника. Видите, снова очень хорошая подача. С которой Хао Шуай не справляется. 7-3. Сейчас заклянулась атака Мизутани. Он так на нее рассчитывала. Отвечал Хао Шуай быстро и четко. Растерянно немножко выглядит Хао Шуай. Не ожидал он такого сопротивления сразу с первых секунд, с первых розыгрышей. И вот найти свой темп, свой ритм у него пока не получается. 8-4. Мизутани впереди. Великолепная атака. Молниеносный топ-спин. 9-4. Ну вот Лю Голян все-таки здесь на финал пришел помочь Хао Шуайу. Но пока сложно, в общем, что-то изменить. 5-10. Не готов был к такому жесткому ответу сейчас Мизутани. Третий мяч подряд выигрывает Хао Шуай. Может быть Джуну взять тайм-аут. Нет, пока решил этого не делать. Очень красивая игра. Оба здорово реагировали, когда мяч в трос попадал. Но все-таки Хао Шуай сейчас имел преимущество в атаке и реализовал его. 10-8. Даже 8-10. И дважды будет подавать сейчас Хао Шуай. Ну вот. Не дрогнет ли в этот момент Мизутани? Очень низко старается Хао Шуай направлять свою подачу. Ошибается на приеме. Хотел очень хитро выпрутить мяч в линию Мизутани. Самурайское спокойствие у его наставника. Отыгрывает и еще один последний сетбол Хао Шуай. Но посмотрите. 6. 6 сетболов было у Мизутани. Выиграть партию он пока не сумел. Ну что ж. Верные ходы нашел Хао Шуай. И не бросил бороться в этой партии. Седьмой мяч подряд. Уже у Хао Шуая сетбол. Да. Ну Хао Шуаю надо доказывать. Своё право на присутствие в первом составе сборной. Да. Ну вот выиграв 7 мячей подряд. Хао Шуай все-таки сетбол-то не реализовал. Расслабленный Ван Хао. Да, очень интересно складывается эта партия. Естественно и японская сборная вся здесь. Не рискнул помощнее сыграть под спином Мизутани. Ну не в последнем, конечно, ударе. А тут он уже был загнан в угол. Чуть раньше надо было усиливать атаку. 12-12. Семь сетболов отыграны китайцам. Один сетбол отыгран Джуном Мизутани. Ну если первая партия такая, что нам дальше ждать? Восьмой сетбол японик зарабатывает. Ну вот комбинацию, начинающуюся с подачи, он отладил хорошо. Хаушуай, может быть, не очень здорово пока принимает эту подачу. Не разгадал еще все вращения. Все-таки соперники не так хорошо знают друг друга. В очных встречах, как я уже говорил, редко встречались. Браво. Браво, японец. Не дрогнул. Вот после того, как отпустил такое, раздарил такое преимущество. 10-4. И все-таки счет сравнял Хаушуай, но все-таки Мизутани выиграл. Удержал себя в руках. Молодец. Это просто великолепно. И очень четко он сыграл в концовке. Хотя, казалось бы, немножечко растерян. Но нет, сумел. Сумел вовремя прийти. Прийти в чувства и... Выиграть этот сет. Ну, что касается Мизутани. Еще в 2003 году он выиграл азиатский чемпионат среди кадетов. В личном разряде. По юниорам дважды играл в полуфинале. В 2006-2007 годах и выиграл в паре. И выиграли тогда японцы в команде. У них еще есть ребят примерно того же возраста. Очень хорошие. На азиатском кубке уже среди взрослых был в 2007-м году Ханоэ третьим. В про-туре дебютировал еще в 2004-м году в Кобе. Но пока в личном разряде не выиграл ни одного турнира. Правда, вот в этом году одержал победы в паре на китайском весеннем этапе. И на родном японском этапе в Бакаяме. Перинской в паре. На чемпионатах мира пока в личном разряде максимума чего добивался. Это одна восьмая финала. Но был бронзовым призером в команде в 2008-м году на чемпионате мира в Гуанчжоу. Ну, кстати, и был финалистом чемпионата мира среди юниоров в 2005-м году в австрийском. Линдсе был победителем чемпионата мира в паре в Кобе в 2004-м. Ну, выигрывал мировые, ну, это не чемпионаты мира, это в Голд-джуниор-серкут. Такие соревнования в 2005-м году два. Каких этапов он выиграл. Ну, вот на гранд-финале про-тура не играл еще никогда. Может быть, в этом году ему это удастся. Пока он 13-й в рейтинге, но это вот у него пятый турнир. Вполне-вполне можно набрать сумму достаточную для попадания в 16 сильнейших. Учитывая то, что всего один турнир необходимо сыграть, в общем, европейское турнир может Джон Мизутанем выстраивать по своим предпочтениям. Ну, вот посмотрите, он и во второй партии начал лидировать 3-1. Одну очку Хаушуай отыграл. Хаушуай, можно сказать, уже обеспечил себе возможность сыграть в гранд-финале про-тура, потому как он играет сейчас свой шестой турнир в этом году. Выиграл турнир в Словении. Был в финале на прошлой неделе, нет, весной в Китае, был в полуфинале в Катаре. Основной в Дании и в Кувете в 1-8 финал заканчивался свои соревнования. Но 36 тысяч 375 очков, плюс еще очки за сегодняшний финал, как минимум финал. Это будет более чем достаточно. Повезло, сейчас Мизутане мяч, кросс попал и оказался на столе. Смотрите еще раз. Просто вдоль сетки полетел. Ну, мужчины такие же суммы, как и у девушек в одиночном разряде 16 тысяч и 8 тысяч победителю и финалисту. 5-5. Ну, в общем, понимает Хаушуай, что нельзя уже дальше отпускать японца, надо все-таки что-то предпринимать. Ну, опять, опять не справляется с подачей. Причем, в общем, не то, чтобы на один и тот же трюк попадается разнообразная подача у Мизутани, но это никак не помогает Хаушуайу хотя бы что-то выбрать, то, что он будет принимать уверенно. 7-5. 7-5 четко реализовал преимущество на подаче Джун Мизутани. Аплодисменты. ГОВОРИТ ПО-МИТАЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и китаец на своей подаче был безупречен. Две хорошие атакующие комбинации провел, счет сравнял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, 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 как Хао Шуай сейчас промахнулся. В какой позиции он был. И прямо разозлился на себя, что, в общем, не свойственно обычно игрокам китайской сборной вот так вот отрицательные свои эмоции проявлять. Он сейчас очень здорово ответил. Вот этот перевод по диагонали. Хао исполнил великолепно. Еще так коротко достаточно сыграл. Очень широкий угол получился. Удивительно. Удивительно. Хао, в общем, все правильно разыграл и передернул так через короткий сброс соперника. Ну, сам, опять же, ошибся. Очень много ошибок. Очень собственного брака много в игре. Китайцы. Еще одна ошибка в атаке, когда, в общем, уже в безнадежной позиции Мизутане защищается. 10-8. Ну, вот, может быть, как раз сейчас Хао и не хватает опыта участия в таких вот матчах. Ну, что, опять отыгрывать сетболы. И опять ошибка на приеме. Да, ну, что ж, отличная подача у японца. Разнообразные вращения и по направлениям, и по длине он очень здорово подбирает разнообразие этих подач. Ну, что касается Аушуая, то впервые финал листом Тапо Протура он был еще шесть лет назад в Малайзии в Джапор Бакру. Ну, победить тогда не сумел. А первая победа пришла к нему только лишь в Загребе в 2007 году. Ну, и в прошлом году в Шанхае он выиграл этап Протура. А этот год начался с победы на турнире в Словении, в Велении. А из других достижений, конечно, стоит вспоминать его финал грамм-финала серии Протура в 2003 году. Ну, потом вот с 2003 года по 2006 он не выступал, не пробивался в грамм-финал Протура. Не попадал в основной состав сборной, редко ездил на этапы Протура. На чемпионатах мира дважды в 2005-2007 году играл в четверть-финалах, но не более того. Ну, на нынешнем чемпионате мира в Йокугаме в этом году был в полуфиналах в паре и в миксте. Среди юношей побеждал, среди взрослых, кстати, побеждал на чемпионате Азии в 2007 году, а юношеская карьера его была, в общем, составила всего из одного стрима на 99-м году, в Чиная на азиатской чемпионате он был полуфиналистом. Дважды был серебряным призером азиатского кубка в 2000-м году в Мумбаи и в 2005-м году в Нью-Дели. Вроде бы начал неплохо эту партию Хаушуай, но и Мизутани, в общем, вот эти две выигранные партии, они, конечно, должны его окрылять в какой-то степени. 2-2 глубоко сейчас сразу и резко сыграл Хаушуай. Чуть-чуть стоило смягчить игру Джун Мизутани как сразу нарвался на атаку. Он сейчас сам великолепно атаковал. Хаушуай старался не уступить скорости и не отойти от стола, но, может быть, это как раз и было. Мощно, хорошо он начал сразу с топ спина и увел вроде бы соперника от стола, но Хаушуай тоже отвечает достойно. Еще один блестящий перевод Хаушуай на линию 5-3 Подача переходит к японцу Джун. Очень здорово еще маскирует свою подачу Джун. Вроде бы подброс открытый, а потом чуть-чуть разворачивает корпус и сам удар наносит немножко, прикрывая его телом. Может быть, не так хорошо и видно Хаушуай саму подачу, поэтому ошибается на приеме. Мягко не стоит принимать подрезочками такими. Хотел, конечно, загнать в неудобный угол Хаушуай, но тут блестяще перемещается у стола. Очень легко и мобильно выглядит Хаушуай. Ну и снова Мизутане приходится догонять. Снова китаец взял оба мяча на своей подаче. 8-5. Это уже достаточно большое преимущество. Немножко потерял в точности своих атак сейчас Мизутане. Возможно, на максимуме своей концентрации. Два сета предыдущих отыграл и сейчас чуть-чуть требует нас к себе снизил. Теперь уже 5 сетболов у китайца. Теперь время подвига у японца отыгрывать огромное количество сетболов. Пока первый только отыграл. еще один розыгрыш прошел пока был повтор. Судя по тому, что продолжают игру. Еще один мяч выиграл измени. Возможно, не выдержал. все-таки не выдержал. Не выдержал немножко больше времени. Не надо на исполнение и бэкспинов, и топспинов. Чуть-чуть... В скорости, безусловно, Хаошуаи превосходит японца. Порезче, более взрывное, что ли. Но очень много ошибок. Очень много ошибок допускал в первых двух партиях. Хаошуаи в выгоднейших ситуациях. Я думаю, что если бы реализовал хотя бы половину упущенных возможностей, то, может быть, сейчас уже вел со счетом 3-0. А так проигрывает 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. Вот, раз уж мы сказали о молодых панголезцах, которые приезжали сюда играть турнир до 21-го года, то, наверное, стоит сказать, что российская сборная и в юношеском своем составе, и во взрослом пропустила эти соревнования. Ну, сейчас в российской сборной новый главный тренер. Пригласили специалисты из Хорватии, долгое время работавшего в Японии, в том числе взращивавшего сегодняшнего финалиста Джуна Мизутани. Может быть, что-то удастся изменить в подготовке наших атлетов. 1-1. И опять неплохой очень прием получился у Хао Шуая, но тут же видимо, слишком обрадовался, что наконец-то прошел прием. Тут же другую ошибку допустил. одни мощнейшими топ-спинами. Ну и здесь сказывается все-таки то, что чуть дальше от стола вынужден отходить японец, чтобы успевать все это отбить. Ну, естественно, он уже защищается, а не атакует. Неудачный прием получился. Мизутани уже срывает прием. 3-2. не попал в стол. Задет трос он вышел за его пределы. 3-3. 6-3. 5-6. 5-6. 5-6. 6-8. 6-8. 7-8. 9-7. 6-8. 7-9. 8-9. 7-8. 8-9. 9-8. Браво, браво, Мизутани, а? Вот такой красавец. Какие мячи тащил. Ну и странно, что, в общем, так прямолинейно атаковал китаец. Все время атаковал практически туда, атаковал, где он находился. Мизутани пока не ошибся сам. И теперь уже сам атакует Мизутани. Вот у него вот эта грань между защитой, контратакой и атакой, она очень-очень такая расплывчатая. Как здорово сейчас по линии еще не просто перевел на линию, еще с небольшой подрезкой. Глубоко так Джун Мизутани. Казалось, уже отбил эту атаку японца Хаошуай. Но в очередной раз при исполнении топ-спина ошибается сам. 7-4. Мизутани впереди. 8-4. Еще одна ошибка на приеме. Ну, я так думаю, что к концу финала на целую партию собирается ошибок на приеме у китайца. АПЛОДИСМЕНТЫ И сейчас уже не всегда даже возможно. для атаки возникают у китайца. Абсолютно на равной дистанции играли. Еще один неожиданный перевод. Вот хорошая 9-6. Сейчас очень нужна Мизутане вот эта подача, тщательно к ней готовится. Четыре сетбола снова надо отыгрывать Хао Шуао. Непростая задача. Прежде всего психологически. Когда ты знаешь, что права на ошибку у тебя нет. 8-10. Но сейчас же две подачи будут у Мизутане. И мы помним, как неудачно принимает их Хао Шуао. Великолепный акцент опять в концовке партии. Вот Мизутане, в отличие от своего соперника, собственного брака допускает очень мало. Все-таки, да, были вынуждены, что называется, ошибки. Или когда Хао Шуао очень мощно и великолепно атаковал. Но вот гораздо более ровной, гораздо более надежной выглядит игра Джуна Мизутане. Несмотря на то, что он помоложе и, казалось бы, должен в такой ситуации больше волноваться. А тут Хао Шуао такой очень серьезный от Люго Уляня получает нагоняй. Правда, все так достаточно по-доброму. В общем, наверное, бессмысленно было бы сейчас громко кричать и топать ногами на своего ученика. Он, наверное, не готов в любом случае это воспринять. Так, пятая партия начинается нападать Джуна Мизутане. 3-1 он ведет по партиям и, в общем, это большой сюрприз, надо сказать. 2-0. Не может, не может, по-моему, совладать со своими нервами Хао Шуао. И ошибки продолжаются. Тайм-аут берет китаец. Все-таки еще раз что-то хочет услышать от Люго Уляня. Ну, действительно, обескураживающее начало сета, который может стать последним в этом матче. 3-0 впереди Джуна Мизутане. Субтитры создавал DimaTorzok. Гробно, как-то доходчиво объясняет Любовь Леонид. Посмотрим, какое-то это воздействие разумеет. Нет, тут, прежде всего, мне кажется, технически-то вряд ли что-то можно и нужно менять. Ну, можно что-то объяснить, что с подачей на приеме делается. Но в целом, конечно, гораздо больше имеет значение психологическая устойчивость. Если сейчас Хао Шуай смог бы не дрогнуть. А он по-прежнему дрожит. И это, в общем, очень серьезный такой показатель. Во-первых, объясняет, почему в 26 лет на вторых ролях по-прежнему Хао Шуай. Ну, а во-вторых, практически перечеркивает его серьезное будущее. Учитывая то, что в сборной есть ребята и помоложе. У него в первом составе и Малун, великолепнейший, и Чан Ци. Угра! 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 Великолепно принимает Мизутане подачу. Очень короткий, очень изящный перевод. 2-5 Вот это зря. Может быть, стоило повторить в тот же угол перевод. Пусть и в первом случае сработал некий фактор неожиданности, но в корпус не стоит хорошо пытаться сыграть. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ещё одна ошибка на Мизутане. Может быть, немножечко я его и перехвалил. 5-5. Все равно определенная инициатива у японца сохраняется. Тренер, в общем, можно сказать, доволен его выступлением. Не получилось второй раз так же здорово принять Мизутане коротко. Хотя, в общем, Хаушуай уже контролировал, возможно, на такое направление приема. 6-6. Так что вроде было 4-1 в пользу Мизутане. И по-прежнему не удается Хаушуайу вперед выйти вот в этой партии. Казалось, сравнял счет, но надо на волне этого успеха попробовать дальше развить его. Японец очень внимательно. Ай-яй-яй, как жарко, что не попал Мизутане. Блестящий снова розыгрыш. На этот раз не ушел в глухую оборону японец, а контратаковал. Но на таких скоростях и на обмен такими мощными топ-спинами он китайцами уже изучен вдоль и поперек. Переиграть в таком обмене ударами крайне сложно. 8-7. Впереди наконец-то Хаушуай. Потрясающей психологической устойчивостью обладает, конечно, Мизутане. Как вот он и в первой партии, отдавшись с футболом Миньедову. Ой-ой-ой. Это, конечно, ошибка все-таки от волнения. Ну, тем не менее, 9-9. Ну, наверное, раз 7-8. Китайцы просто не приняли подачу Мизутане. На таком высоком уровне это, конечно, очень большая редкость. Вестяще действует сейчас Мизутане, как он развил сейчас с бэкспина. И, в общем, наверное, даже в этом компоненте превзошел Хаушуайя матчбол. Матчбол у японского теннисиста. Ну, что, Мизутане или его тренер, да, берут тайм-аут. Берут тайм-аут, чтобы придумать, как этот матчбол реализовать, как его выиграть. Ну, что очень интересно получилось. Уже можно даже сейчас говорить, вне зависимости от того, закончится ли он сейчас. Или, может быть, Хаушуайя удастся отыграться. Но в любом случае можно констатировать, что финал получился очень-очень любопытным. И, в общем, можно говорить о том, что Джон Мизутане становится очень серьезным соперником. Наверное, может быть, играй против него, кто-то из первых лидеров китайской сборной. Ван Хао, Малун, Малин. Наверное, не было бы шансов у Мизутане. Но вот здесь вот... Он сражается очень здорово. Отыграл снова еще один сэкбол. Теперь же матчбол Хаушуайя. Первый матчбол он отыграл. Странно сейчас Хаушуайя, боясь допустить еще одну ошибку, явно снизил темп и сам стал заложником. Когда боишься ошибиться, чаще всего ошибки происходят. Второй матчбол у Джона Мизутане. Браво! Он все-таки выиграл. Я очень рад за Мизутане. Ну, японцы всегда очень так достойно ведут себя на корте. И, конечно, вызывают огромное этим уважение. Не могу сказать, что Хаушуайя как-то вот там плохо вел себя. Но к победам китайцев мы уже привыкли. И все время хочется, чтобы какие-то новые лица появлялись. И, может быть, усиливало соперничество. Ну, что ж, Джон Мизутане выигрывает этот турнир. Одерживает свою первую победу на турнирах серии Pro Tour. И это, конечно, огромнейший успех молодого японца. Ну, что ж, только одна победа на корейском этапе досталась китайцам. Хаушуай и Иван Хао выиграли в паре. Все остальные главные призы разъехались по другим странам и континентам. В женском парном разряде победили Ким Кюнах и Парк Ми Юн из Кореи. Фен Тянь Вэй из Сингапура выиграла у девушек. Ну, и вот Джун Мизутане подвел черту под списком победителей этого этапа.